Слана Бетонна, рад вас видеть. Я тоже вас рада видеть. Спасибо, что пригласили. И нам сегодня есть чем похвастаться. Да я уверен в этом просто. Ада, мотор! Здравствуйте! В эфире программа «Фактор жизни» и ее ведущий Владимир Крупенников. Светлана Альбертовна Воловец возглавляет научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Людмилы Ивана Швецова со дня его открытия. За это время в центре создана эффективная система реабилитации. Я подчеркиваю, система, поскольку это очень важно. Сегодня, Светлана Альбертовна, мой гость. Светлана Альбертовна, ну что нового произошло за эти годы в центре, на лодочные? Ну, в первую очередь, нам через два года будет уже 20 лет. У нас будет такой большой юбилей. Я же помню эту всю стройку, как мы ездили, смотрели, там давали советы. Как туалеты там, правильно, как что. Да, это было... Кажется, что это было вчера, но на самом деле уже прошло 18 лет. И за эти 18 лет, конечно, сделано очень много. Вы помните, что когда мы открывались, мы брали за основу зарубежные и методики, и технологии. Нам казалось, что это что-то необыкновенное. Прошло не так много лет, и мы уже имеем свои наработки. И эти наработки уже, можно сказать, чисто наши, сделаны уже на основе нашего опыта. У вас же научный центр, правильно? А как любой научный центр, он должен вырабатывать свои методики и внедрять их в другие медицинские учреждения. Я так думаю, вы этим и занимаетесь. Да, мы продолжаем заниматься научной работой. И за 21 год только мы опробировали 10 новых приборов, инновационных приборов, которые используются в реабилитации. Причем, что очень приятно, 7 из них, то есть большинство, это были те приборы, которые разработаны отечественными специалистами. Причем я хочу сказать, что радует, что спектр, в котором мы сейчас работаем, спектр приборов, он очень разнообразный. Во-первых, сейчас в основном создаются тренажеры с биологически обратной связью. Почему это важно? Потому что, с одной стороны, это позволяет дозировать нагрузку конкретному пациенту в тот момент, когда происходит тренировка. С другой стороны, мы можем отследить эффективность этой тренировки прямо в онлайн-режиме. И что очень важно, вместе с пациентом мы объективно снимаем картину эффективности. У вас все время идет модернизация и поиски каких-то новых методик. Да? Безусловно, потому что вы сами понимаете, что очень быстро устаревают, морально устаревают методики, очень быстро устаревает оборудование. Понятно, что менять каждый раз оборудование – это нереально. А вот усовершенствовать его, дать какой-то новый толчок. У нас есть прибор, который восстанавливает функцию ходьбы. Локомат, что ли? Ну, конечно. Ну, я думаю, это тоже. По-моему, и взрослый, и детский локомат. Да. И мы посмотрели, когда начали на нем работать, мы пришли к выводу, что без миостимуляции там, в общем, тренировки недостаточно неполны. Поэтому мы… Совмещаете, да? Да, мы это доработали, мы это запатентовали. Давайте все-таки поясним для непрофессионалов, кто смотрит нашу передачу, что такое миостимуляция, что такое локомат. То есть это такой прибор, когда человек как бы в таком… Когда человек в специальной подвешенной системе вырабатывает навыки ходьбы. И при этом ему идет электростимуляция на мышцы. Да, и при этом стимулируются мышцы, чтобы рисунок ходьбы был более правильный, ну и, скажем так, реабилитация была максимально эффективна. Это восстановление нейронных связей в том числе происходит. Да, восстанавливаются прерванные связи, и, естественно, мы получаем хорошие результаты. Во всяком случае, мы проводили исследование, когда тренировки проходят просто на этом приборе, и когда они проходят с миостимуляцией, это, конечно, немножечко разные вещи. И это хорошая, такая добротно выполненная работа, которая пошла на пользу всем. Лида Юркина на лодочной не в первый раз. История у Лиды кошмарная, и это еще, мягко говоря. Семь лет назад одноклассница, девятиклассница, разыгравшись и развеселившись, выкинули девочку с балкона пятого этажа. Лида упала прямо на острые кирпичи. Позвоночник оказался перебитым, спиной мозг вытек. Сразу сказали, что я буду лежать и мочать, и не буду сидеть, так как перелом высокий, поэтому вот такой прогноз был. Потом мне поставили пластину, сказали, там, три месяца не двигаться, не шевелиться, не переворачиваться. За три месяца, конечно же, мышцы атрофировались наполовину. Пришлось потом экстренно все это нагонять, все это подкачивать. Но это все очень долгий процесс. Восстановление, в принципе, это тяжелый процесс. В итоге все-таки я разговариваю, сижу, даже активно двигаю корпусом. Опять же, благодаря тренировкам. Во время интенсивного курса реабилитации у Лиды, как, впрочем, и у других пациентов лодочной, бывает по 7-8 процедур в день. Допустим, ЛФК очень помогает укрепить мышцы, не дать им до конца атрофироваться. Лакомат с дискелетом тоже, ну, как бы, устанавливает ходьбу. Он помогает, хотя бы в голове. У нас по капсулу и барокамеру, ну, такие приятненькие процедуры. А вот что сами специалисты говорят о некоторых процедурах, которые Лида называет приятненькими. Это лечение стопроцентным кислородом под давлением. В нашем центре открывалось это отделение для пациентов с травмой спинного мозга, в первую очередь. Так как у них, как осложнение этой травмы, идет нарушение трофические. Ну, в частности, пролежние. Хорошо при сосудистых патологиях. Это нарушение мозгового кровообращения, это местная ишемия какая-то. Это патология эндокринная, сахарный диабет. У нас еще пациенты идут и с системными заболеваниями, с рассеянным склерозом. Лечение непростое, непросто подышать кислородом. Это кислород под давлением. И работает этот курс в течение 6-8 месяцев. Это альфа-окси-спа-капсула, многофункциональное реабилитационное оборудование, в котором включено сразу несколько факторов. Это термо-вибрационная терапия и окси-терапия. Эффекты в основном это расслабляющее, восстанавливающее после длительных заболеваний оборудование, нормализующий мышечный тонус. Используется у пациентов, перенесших ковид. В данный момент очень актуальное оборудование. Такого позитивного оценочного суждения заслуживают практически все реабилитационные процедуры и методики, используемые на лодочной. Ну и возвращаясь к истории Лиды Юркиной, с которой мы начали этот сюжет. Ну, врачи говорят, что это мой максимум. Вставать я постоять могу, а ходить я уже вряд ли смогу. Ну, если только в специальных каких-то оборудованиях. Чеблятся руки, ноги, корпус тоже. Дома я, да, я хожу к тренеру тоже, опять же, дома. Занимаюсь паровелоспортом. У меня много друзей. У меня замечательная компания. Еще она работает бухгалтером в двух организациях, занимается бодифитнесом, ходит по театрам и музеям, путешествует. Все нормально. Вопрос только один. Как живется спиться девочкам-веселушкам, сбросившим Лиду с балкона? Они не понесли никакого наказания. Все-таки основной контингент среди взрослого, взрослых пациентов. Это спинальники, шейники, ну, я так образно говорю, люди, перенесшие спину мозга. Все поменялось. Поменялось. У нас немножечко другой критерий отбора. Это функциональное. То есть мы берем тех пациентов, которые по разным причинам имеют нарушение функции движения. Для стационара это тяжелое нарушение функции движения. Для нестационара это умеренное нарушение функции движения. И мобильные бригады, или служба мобильной реабилитации. Это совсем тяжелый, как вот раньше было принято говорить, лежачий контингент. Поэтому сейчас у нас в основе отбора лежит именно функциональный принцип. У вас по-прежнему приоритет тем, кто вот недавно получил травму, заболевание. Да. И мы сейчас очень активно работаем с департаментом здравоохранения. У нас есть такой проект новой возможности, когда мы стараемся прямо из больничной койки получить пациента, если так можно сказать, провести активную реабилитацию и передать его в территориальные центры социального обслуживания, если он нуждается в мерах социальной поддержки. Поэтому, конечно, в первую очередь берутся так называемые острые пациенты. Но это не значит, что все наши пациенты, которые раньше проходили реабилитацию, отказались за бортом. Естественно, они тоже находятся под нашей и защитой, и патронажем, и, главное, получают реабилитационные условия. А у вас вот был возрастной ценз 40 лет, он остался? Он остался для тех, у кого операция или травма была давно. А для тех, у кого это произошло, вот эта катастрофа только-только, безусловно, люди нуждаются в активной реабилитации, если нет противопоказаний, и они берутся на реабилитационный курс. Вернемся немножко в прошлое. Ведь центр открывался как центр реабилитации для инвалидов, перенесших спинно-мозговую травму. А потом у вас уже появилось детское отделение. Оно же не сразу появилось, и это было тоже огромное событие. Мы приросли еще одним зданием и создали центр детской нестационарной реабилитации. Естественно, количество пациентов, которые мы сейчас оказываем реабилитацию, увеличилось. Если вначале мы оказывали где-то в среднем 2-2 200 человек в год, то сейчас это более 3 тысяч. У нас увеличился коечный фунт. Если раньше у нас был 60 коек, то теперь он у нас 90 коек. И 30 – это у нас дети. Дети. С какими залогами? Это в основном опорно-двигательный аппарат? Это, опять же, те дети, которые плохо ходят или не ходят вообще. Это и ДЦП, это и какие-то орфанные заболевания. Это генетические заболевания. Но в основе это те дети, которым надо восстановить двигательную активность. Вне зависимости от каких-то там нозологических диагнозов, вы восстанавливаете возможность человека ходить, двигаться. Да. А вот от чего это? Я бы не говорила о поражении опорно-двигательного аппарата. Потому что поражение центральной нервной системы, оно тоже сопровождается нарушением функции движения. И, естественно, такие пациенты тоже являются нашим контингентом. Ну вот из таких приборов, наверное, мы можем говорить о нашей отечественной разработке, которая восстанавливает функцию руки у ребенка. Причем это делается в игровой форме. Это так называемая умная перчатка, которая с помощью специальных приспособлений и мультика, которая идет на экране, позволяет ребенку вырабатывать определенные движения. Вы сами понимаете, что говорить ребенку о том, что ты должен сделать вот так, и вот так, это сложно. А когда ты говоришь ребенку о том, что ты делаешь так, а зайчик прыгает, допустим, через спинек, там его надо уговорить прыгнуть. Причем одновременно считывается более 20 показателей, насколько он правильно это делает, насколько тренер правильно проводит методику. И, как правило, это все заканчивается каким-нибудь поощрением со стороны. Ну, какой-то зайчик там машет рукой, что ты делаешь все правильно. И это, естественно, заставляет ребенка еще более активно работать. Мы решили попробовать решить такую серьезную проблему для детей. Это борьба с инурезом. По данным статистики, 10% детей и дошкольного возраста, и немножечко школьного возраста, страдают инурезом. В этом направлении мы тоже поработали. Экстракорпоральная магнитная стимуляция, ну, по-другому не скажешь. Давайте переведем тогда. Это использование магнита для стимуляции мышц тазового дна. И процедура проходит в то время, мы включаем мультики, дети увлечены совершенно другим. Это позволяет им, собственно говоря, не испытывать никакого дискомфорта. Вообще вся реабилитация нашего центра, она особенно детей, да, она старается быть комфортной для пациента. Мы все-таки уходим вот от этого преодоления. Реабилитация ведь это часть жизни, и жизнь должна быть и активной, и комфортной. Вот эта аппликация у нас уже давно висит. Вырезались ладошки детские. Много-много кто у нас был. Это в 18-м году происходило. Вот. И вот такие два лебедя. Каждый день после обеда маленькие пациенты реабилитационного центра, их мамы и бабушки, приходят сюда и рисуют, клеят, вырезают, собирают, красят. Это петух. Вот такой петух я один стою двух. Болевая петух. Ну, во-первых, тут все есть то, что я люблю. Я люблю и рисовать, и пластилином заниматься, и там сказать, что делать. Еще я люблю пистолик играть. Все, заходи, я буду. Очень нравится здесь. Хорошие занятия, условия шикарные. Ну, становится лучше, потому что очень много занятий именно на расслабление мышц, которые у меня утонутся. Более пластична рука стала, нога стала сгибаться лучше. Стал работать двумя руками. Раньше в основном одной работал, сейчас помогает второй. Конечно, и для детей, и для мам такие занятия – отдых и развлечения. Но в то же время часть выстроенной системы реабилитации. Ну, понимаете, вот кто-то плохо держит карандаш, кисточку, и когда у него есть цель нарисовать картину или сделать какую-то интересную вещь, которую он подарит маме, он старается, и у него все лучше и лучше отлаживается вот это проблемное место. Ну, и плюс интеллектуально, творчески развиваются дети. И потом, вы знаете, мы не теряем связь с ними. Они мне звонят, мы перезваниваемся. Приезжают в следующий раз и мамы, и дети, привозят новые идеи, и мы обмениваемся новыми идеями, идем дальше, дальше, дальше. Делаем действительно работы, которые не стыдно показать или подарить там друзьям. Аналогичные занятия проходят и у взрослых, но там уже и мастерство круче, и задачи сложнее. В этом кабинете представлены разные виды искусства и шерстяная живопись, это когда мы создаем картины из шерсти, из натуральной шерсти, и вязание игрушек, создаем прекрасные работы, игрушки из плюшевой пряжи, из шерсти, опять же, пластилинография. Пластилинография – это не размазывание пластилином, я даю нашим пациентам катать маленькие комочки из пластилина и приклеивать ее на ламинированную бумагу. Длительный процесс, но очень полезный, потому что это очень хорошо развивает моторику. Также роспись по дереву, коллажи из кожи и из подручных каких-то материалов, бусин, меха, разных пайеток, кусочков ткани, ниток. Тем не менее, это не кружок художественного прикладного искусства, а реабилитационная процедура, связанная с диагнозами пациентов, ДЦП, инсульт, травмы, неврологические заболевания. Приходят пациенты, у которых моторика практически отсутствует. С возрастом, конечно, она теряется. То есть, чем старше, скажем так, человек, тем у него нарушается и двигательная активность, и мелкая моторика не так хорошо работает, как она, как хотелось бы. Нарушается и память, и речевая активность. Развитие моторики развивается и память, и речь, конечно. В одном из хулов реабилитационного центра выставлена работа 18-летнего пациента с тяжелыми неврологическими нарушениями. И он рисовал свое, он был на своей волне. Хотя тоже была очень плохо развита моторика, то есть, рука совершенно не двигалась, кисточку он держал с трудом. Когда он чувствовал, что у него хоть что-то получается, и что окружающие его поддерживают, хвалят, это, конечно, придает уверенность. Уверенность и веру в себя, в том, что он тоже может что-то делать. При работе с детьми очень важно, я знаю, работать с родителями. Научить родителей правильно относиться к своему ребенку больному, научиться правильно воспринимать особому. Ну, пускай будет особому, но тем не менее. Любая работа с ребенком, да, это не просто работа с ребенком, это работа с членами его семьи. И очень многое зависит от того, насколько правильную позицию займут именно они. Потому что очень часто, когда, допустим, ребенок приходит с мамой к логопеду, логопед задает какой-то вопрос ребенку, а отвечает мама. Да, и она не понимает, ну, как же так? Как же я не могу ответить? Гиперопека во всем. Гиперопека во всем. И мы с вами когда-то говорили о том, что наши подростки, которые у нас реабилитируются, они очень часто беспомощны в бытовом плане не потому, что они этого не могут, да, а потому что все за них делают родители. И вот наша задача правильно проработать с родителями, чтобы они понимали, что ребенок – это активный человечек, да, и он все может делать сами. Ну, мало вещей, которому его нельзя научить. И поэтому… Ну, он просто не все хочет делать сам еще. Ну, согласитесь, что если за вас это делают, то чего же, собственно говоря, напрягаться-то, да. Поэтому наша задача – очень правильно выстроить отношения не только с мамой или только с папой, который в данный момент сопровождает ребенка, да, но и со всеми членами семьи, потому что мама может занимать правильную позицию, а бабушка заниматься гиперопекой. И тогда, в общем-то, реабилитационные мероприятия уже не настолько эффективны, поскольку дома ребенок должен заниматься с той же интенсивностью, с какой он занимается в реабилитационном центре. Приборы, новые механизмы – это все замечательно. Но реабилитационный центр невозможен без классных специалистов. Я думаю, что за эти годы вы, наверное, воспитали, наверное, уже, может быть, даже не одно поколение грамотных реабилитологов, врачей. Да. У нас, вы знаете, наверное… Наверное, и кандидатские у вас защищали. И защищали кандидатские. Мы приросли не только кандидатскими, но и докторскими. У нас даже есть доктор социологических наук. Мы очень тесно работаем с нашими ведущими вузами. С Академией имени Сеченова, с Академией последипломного медицинского образования. Мы активно работаем с зарубежными нашими коллегами. И Институт Готмана, на который мы смотрели в Барселоне, как на что-то недосягаемое, сейчас мы работаем с ними, обмениваемся методиками, обсуждаем каких-то интересных больных. И мы с ними уже наравниваем. Хотя у нас, безусловно, есть разногласия и в подходе. Они, например, совсем не признают физиотерапию. А у нас практически около 70 видов физиотерапевтического воздействия. У нас ведь в Советском Союзе еще очень сильно была развита физиотерапия. И физиотерапия, и курортология. Это все было у нас очень мощным. Оно, кстати, остается очень мощным. У нас каждый год появляются какие-то новые методики, основанные на старых классических методах воздействия. Физиотерапия чаще всего – это очень приятный вид воздействия. Всегда. Он очень эффективный. Мы можем, используя, допустим, лазер, уменьшить спастическое напряжение. Мы можем сделать обезболивание. Сейчас у нас ударно-волновая терапия, которая лечит суставы. Немножко через боль, но прекрасный эффект. Магниты увеличивают кровоснабжение. Магниты, мы уже с вами говорили, да? Водолечение, парафин, грязи. Это же все физиотерапия. Вы сами время для себя находите заниматься спортом. Я не знаю, реабилитации не скажу. Я знаю, что вы вроде на горных лыжах любили кататься. Ну, насколько это можно, да. Ну, конечно, уже не в том объеме, в каком мы, допустим, были до ковида. Вот, но тем не менее я продолжаю. Допустим, горные лыжи не всегда получаются, и бассейн остается, и все связанные с этим силовые тренировки, они тоже остаются. Поэтому я всех наших пациентов и наших, а главное, наших зрителей призываю к тому, что самое главное, это все-таки наша физическая активность. И когда был ковид, у нас работали мобильные бригады, и основная реабилитация была направлена именно на это. Профилактика гиподинамии. Потому что гиподинамия усиливала депрессию, а депрессию усиливала гиподинамию. И как только этот круг разорвался, все стало на свои места. Спасибо огромное, Санна Анатольевна. Всегда с огромным удовольствием с вами общаюсь. Я тоже. Спасибо. Надеюсь, да, посетить не как пациента еще раз в вашу центре. А просто в гости. Вот. И пожелать вам дальнейшего процветания. Спасибо. Научных открытий, да. И самое главное, чтобы получалось помогать людям. Это самое главное. Спасибо. Спасибо большое. Я всегда рада приходить к вам в гости. Ну, что я могу сказать. Центр на Лодочной – это один из лучших реабилитационных центров страны. И дай бог ему таким и оставаться. И на сегодня это все. С вами был Владимир Крупенников. Увидимся ровно через неделю на канале ТВ-Центр. Берегите себя и не болейте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова